Я хотел бы поговорить организаторов за приглашение на эту школу, она всегда проходит очень интересно. Сегодня я бы хотел поговорить немножко не о своей стандартной тематике, которая действительно метод оптимизации, а немножко поговорить о моделировании. О стиле моделирования вообще, как, по моему мнению, надо строить удачные модели. Дело в том, что моделями занимаются очень многие люди, к сожалению, при моделировании существует такое не очень уместное разделение труда, когда модели пишутся одними людьми, а потом они должны решаться другими людьми. И вот представление о том, что такое хорошая модель у этих групп, так сказать, исследователей, она, вообще говоря, разная. В результате очень часто появляются модели, которые очень трудно решать или вообще даже невозможно решать. Сегодня я хотел бы вам показать один пример, когда, значит, вот удается это избежать. На примере, вот действительно очень простой ситуации, это модель, так сказать, выборов. Но дело в том, что вот в этой, даже вот в этой простой ситуации, на самом деле до сих пор, так сказать, хороших моделей нет. Но я немножко попозже скажу, что я имею в виду, вот хорошая модель. Ну, в общем, сегодня мы поговорим, ну, я вкратце просто, так сказать, поговорю о том, значит, к какому классу задачи относится эта модель. Значит, это модели компактного представления информации, которая возникает в очень многих областях. И мы посмотрим, как можно нам, вот, смобилировать ситуацию выборов, вот. Ну, в этой ситуации, естественно, есть избиратели, есть политические партии, они как-то взаимодействуют, вот. И потом, значит, мы должны понять, какой будет, собственно говоря, результат. Ну, и вот, что важно, на самом деле, для любой модели, значит, мы покажем, что в этой ситуации у нас получается модель с единственным решением. Более того, это единственное решение, это модель, значит, эффективность и быстро отыскивать определенными численными алгоритмами. Ну, и потом мы в конце немножко поговорим, почему мы, почему так получали, почему раньше не получалось, а здесь у нас сошлись концы из конца. Вот, ну, вообще, так сказать, с такой глобальной точки зрения, это все, вся эта история о компактном представлении данных. Компактное представление данных, на самом деле, ну, я про эту тематику слышу уже лет 15. Вот, за это время, значит, как бы основные точки приложения, они изменялись. Все начиналось, опять-таки, на моей памяти, с теорией проблем, где говорилось о, ну, как это сказать по-русски, значит, упрощенная модель, скажем там, динамических систем. Идея была такая, что вот у нас есть большая динамическая система, по-русски, в неперерывном времени, вот, описано там много переменных, большая матрица, а мы хотим описать эту динамику каким-то более простым образом, вот, ну, так, чтобы это было похоже на то, что происходит с помощью большой модели. Ну, вот, лет 20 назад эта тематика была очень популярна, потом народ, значит, перестроился и стал говорить о, по-русски, сластеринге. Значит, ну, не знаю, ну, короче, значит, опять-таки, компактное представление информации, которое более, более, так сказать, уместно и технично во всяких задачах, связанных с, так сказать, с распознаваниями образов, с интерпретацией образов, вот, очень часто, значит, подобные задачи возникают во всяких медицинских приложениях, ну, не знаю, там, в томографии, там, любви. Энгене нужно, там, разделять злокачественную, там, опухоль, вот, доброкачественную и так далее. То есть, масса предложений, значит, ну, это тоже, вообще говоря, задача о компактном представлении информации, потому что мы должны разбить, как бы, какой-то объект, визуальный объект, на определенные зоны, и разные зоны, они имеют разную интерпретацию. Ну, и вот, в последние годы, на самом деле, сейчас, конечно, всем интересны большие задачи, связанные с сетями, разного типа сети, вот, очень часто это социальные сети, это могут быть, значит, интернет, естественно, это могут быть всякие сети, ну, где угодно, там, значит, с обменом, е-мейлами, там, значит, телефонные сети, то есть все это, сети очень большого размера, и по разным причинам, значит, разные люди интересуются, значит, определением, соответствующих, так сказать, ну, локальных сообществ, кто с кем, почему общается. Возникает задача вот эта, то, что называется сейчас, комьюнити детекшн. Ну, понятно, что все эти задачи, значит, они интересны, но проблема в том, значит, непонятно, как вообще-то ворюбик решать. Значит, все модели, которые существуют в настоящий момент, они страдают одним, в общем, недостатком, а именно, значит, они не в состоянии, значит, определить, ну, в дальнейшем, они не приходят к единственному решению, этой задачи, и это всегда плохо на самом деле. Когда модель, оказывается, что наша модель имеет несколько решений, вот, а, как правило, если она имеет несколько решений, то этих решений очень много, то всегда возникает вопрос, а как, собственно говоря, поведет себя реальная модель, вот та, которую мы моделируем. Если она в состоянии, так сказать, свалиться в разные локальные минимумы, вот, которые обычно решения формируются, как локальные, значит, определяются как локальные минимумы в какой-то большой задаче организации, то мы совершенно ничего не можем сказать, как раньше, до начала моделирования, значит, мы говорили, что мы не знаем, где окажется модель, так и после, так как мы составили модель и решили задачу, то есть, ответ остается ровно таким, мы не знаем, что в данной модели произойдет, мы не знаем, какой локальный минимум она свалится в реальности, и мы даже не знаем, сколько их, и так далее, вот, поэтому, но еще, с точки зрения численных методов, опять-таки, на таких моделях даже очень трудно сравнивать эффективность разных алгоритмов, потому что алгоритмы, так сказать, разные алгоритмы отыскивают разные решения, и как нам говорить о том, кто быстрее это нашел, кто медленнее работал, если мы можем сравнить качество полученных решений, в общем, много возникает таких в своих случаях вопросов, и, как правило, значит, вот, все сводится к одному и тому, что, значит, вопрос, то можем ли мы, вообще говоря, говорить или работать с компактным представлением информации, в которых существует единственный ответ на поставленный вопрос. Значит, на этот вопрос, на самом деле, я не могу сказать, что вообще никогда не бывает ответов. Есть, но очень мало ситуаций, где вот компактное представление модели у нас хорошо определено и единственное. Вот одна из таких, но тоже очень полезная, я сегодня про это не буду говорить, но так, для сравнения, это компактное представление большой матрицы. Вот, когда мы хотим приблизить большую матрицу матрицей малого ранга, вот оказывается, что если мы фиксируем ранг, то, значит, правильный ответ для какого-то движения, я веду променю свою норму, значит, нам дает просто сингулярное разложение этой матрицы. И это почти единственный, на самом деле, пример вот такой хорошего ответа на поставленный вопрос. Сегодня мы попробуем, значит, получить другой пример, который связан с выборами. Вот, ну и опять-таки мы проанализируем, что у нас здесь происходит. Значит, эта модель хороша тем, что, собственно говоря, все мы избиратели, все мы прекрасно знаем, что происходит, вот, и можем легко оценить, насколько у нас, так сказать, правильно строится модель. Ну вот, что у нас есть. Давайте посмотрим. Есть у нас избиратели. Большое количество избирателей, N штук, и они голосуют независимым руках. Вот. Ну, кроме избирателей, у нас есть, конечно, политические партии. Их N штук, и N это относительно небольшое количество. Вот. Значит, основное отличие вот нашей модели, опять-таки, когда мы будем говорить, почему так все получилось, это может быть одно из ключевых предположений. Мы говорим, что результаты наших персонального выбора, они случайны. Ну, грубо говоря, это означает, что если нас просят о том же еще раз, то результаты, значит, результаты выбора могут быть другими. Ну, не совсем другими, но немножко другими. То есть сегодня нам нравится одна партия, завтра мы подумали и решили, что другая партия нам подходит лучше. Вот. Поэтому для каждого избирателя, мы его обозначаем буковкой I, значит, мы должны определить вероятности выбора соответствующих партий. K это, так сказать, номер K. То есть вот у нас появляется такой вектор для каждого избирателя. P и T. Нет, да, вот этот P и T, у которого размерность I, ну, естественно, он принадлежит к инкве суммы. То есть сумма всех этих вероятностей равна 1. Вот. И вот эти вероятности, на самом деле, они нам неизвестны. Значит, ну почему нам неизвестно с самого начала, это тоже понятно. Потому что на самом деле партия, они тоже, это активный элемент в каком-то смысле. То есть выборщики, это элемент пассивный, у них есть свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. А вот партия, на самом деле, они меняют свою позицию. В зависимости от того, значит, как придется избирательный корпус. И поэтому, значит, изменение положения партии, естественно, меняет вероятности, с какой-нибудь голосует за соответствующие партии. Вот. Значит, вот эти вероятности, которые мы называем, как же это, значит, матрица избирательских предпочтений, Матрица избирательских предпочтений, значит, это большая матрица, N очень большое, L средний, но в результате получается вот такая квадратная матрица неизвестных величин. Вот. Ну и про каждого избирателя мы должны, конечно, сказать, что у него есть, собственно, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, которое мы моделируем вот таким вектором ВИТ. ВИТе, значит, он принадлежит какому-то не очень большому пространству, не очень большого размера, но это его, так сказать, мнение по различным пунктам, что он считает хорошо, что и считает плохо, вот у него здесь такая вещь. И это вещь постоянная, то есть он консервативен, он знает, что для него лучше. Вот. И наоборот, есть позиции партии, которые живут в том же пространстве, что и персональное мнение, так сказать, везде. И вот это как раз то, что нам неизвестно, потому что позиция партии, она зависит от позиции избирательного корпуса, и она может меняться. Вот. Ну и опять-таки мы для этих партий, вот, значит, определяем матрицу, что они думают, по каким вопросам. Вот это матрица размера M, M это количество у нас вот этих мнений, значит, массива мнений каждого избирателя, и это количество партий. И вот это тоже то, что мы не знаем, на самом деле, или как поведутся ее партии, вот, в зависимости от, так сказать, мнения вот этих самых избирателей. Ну, вот, собственно говоря, вот это, ну, как бы, постановка задачи в каком-то смысле. Вот. А дальше нам нужно уже говорить о том, как люди выбирают, на самом деле. То есть, это как бы психологическая модель выбора. Вот. И для этого мы будем использовать то, что называется, так сказать, моделью дискретного выбора. или, значит, коротко, если говорить, то это лоджит молок. Значит, что это такое? Я, 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 эта модель очень известная, она возникает в очень многих местах, начиная там с физики, экономики, и еще много-много где, значит, она формулируется следующим образом. У нас есть конечное число товаров, в данном случае, значит, товар, это у нас компания. Вот. Которые мы, из которых мы должны выбрать. И, значит, мы оцениваем эти товары с помощью, вот, стоимости цены, цены. И мы хотим выбрать товар, сейчас я говорю, который подходит больше всего для нас. Ну, естественно, так как мы рациональны, значит, нам больше всего подходит товар с наименьшей стоимостью, цены. Ну, проблема в том, что мы эту цену наблюдаем с ошибкой, с аддитивной ошибкой. Мы не можем видеть настоящую цену, у нас идут какие-то диктуарки, выбираем-то мы не самую, так сказать, лучшую для нас, а самую лучшую, когда к цене прибавлена ошибка. Вот. И вот давайте предположим, что вот эти аддитивные ошибки, вот в этой модели, они распределены с помощью двойной экспонента. Это такое специальное распределение, я не буду сейчас на нем устанавливаться, но, значит, просто в данном случае получаются простые формы для всего, и мы можем действительно все досчитать оконцентно. Ну вот, это, значит, распределение, которое имеет, значит, началось дисперсию мю больше 0, и нас интересуют вероятности выбора определенной компоненты из нашего, так сказать, предложенного набора данных. Так вот, в этой discrete choice model, то есть в logic model, значит, эти вероятности определяются следующим образом. Значит, это экспоненты, где в степени стоит минус цена, настоящая цена, делить на мю, вот этот у нас параметр, который отвечает за орнобизацию, ну и все это нормируется так, чтобы у нас сумма вероятности была равна 1. Опять-таки, я думаю, что многие из вас это уже видели. Александр, как это называется воспределение в гумбе? Ну и все-таки, по-моему, мю это среднеквадратичное отклонение. Ну хорошо, среднеквадратичное. Ну, короче, для нас это не совсем важно, потому что, вообще говоря, мю это параметр, который отвечает за... ну, короче, насколько у нас случайен наш выбор. Потому что, если, например, мю будет стремиться к нулю, посмотрите на эту формулу, тогда все члены в этой стране будут подавляться членам, у которого вот эта цена минимальная. И вероятность при этом члене будет стремиться к единице. То есть, если мю, грубо говоря, в пределе, мы полагаем к нулю, мы тогда устраняем всякую случайность из нашего выбора и точно, значит, выбираем минимальное. Если мю больше нуля, у нас, так сказать, есть возможность делать ошибки и ситуация становится более такой, удважной. То есть, когда мю равно нулю, у нас просто рациональная стратегия выбора, когда мю у нас не равно нуля, у нас есть какие-то эти самые. Значит, для нас, на самом деле, очень важно, что вот это правило выбора, эти вероятности, они имеют, я бы сказал, геометрическую интерпретацию. То есть, интерпретацию с точки зрения задачи оптимизации, определенной задачи оптимизации. Что это такое? Значит, давайте определим функцию энтропия. Ну, что это такое? Значит, мы ее определяем в следующем образе. Это сумма x иты на логарифм x иты. Но, естественно, она корректно определяла только для строго положительных x. С точки зрения оптимизации эта функция очень интересная, потому что оказывается, что она сильно выпукла на симплексе относительно L1 нормы. Значит, все это здесь очень важно. Сильная выпуклась норма и область определения этой функции симплексе, значит, что она сильно выпукла с параметром единица. Это значит, что мы можем ограничить снизу ее кривизну, измеренную в L1 нормы. Значит, как мы измеряем кривизну? Кривизна – это ее вторая производная на некотором направлении H. Ну, я думаю, многие сегодня смогут два раза продифференцировать эту функцию. Первая производная будет 1 плюс логарифм x иты, а вторая производная будет 1 на x иты. То есть вот эта вторая производная на векторе H у нас записывается вот таким образом. Ну и теперь нам легко проминемизировать вот этот член по всем x из симплекса. То есть, когда сумма x равна единице. Ну, я думаю, для вас будет простое упражнение проверить, что если мы по x проминемизируем вот эту квадратичную форму, значит, она выпукла по x. На самом деле, когда H зафиксировано, то мы получим ровно квадрат L1. Получается, что у нас кривизна вот этой функции, значит, не больше, чем квадрат L1, когда у нас x на сентябре H, это любое направление здесь L должно стоять. Как вы понимаете, вот такое, вот, значит, L и R. Вот. Дальше. Но для нас важна будет не сама эта функция энтропии, а та функция, которая возникает с помощью преобразования в Хенхен. Вот. Что это такое? Значит, на самом деле, уже здесь видно, что мы делаем. Вот, предположим, наш параметр mu здесь оказался равный mu. Значит, результат тогда вот этой минимизации у нас просто будет детерминистический выбор лучшего компонента. Да? Мы отминемизируем линейную форму на синкрысе. В результате ответ будет, значит, компонентом. Мы получим компоненту, у которой, так сказать, минимальная цена. Когда мы добавляем здесь mu, вот, умножить на функцию энтропии, функция энтропии у нас... Функция энтропия... Моя выгоняем. Видно, что я пишу? Ну, увеличим. Уберем. Значит, канал устроен... Ну, и... Канал устроен его с этим образом. Единица – она – ну, ну ли она – ну. Отсюда видно, что производная нашей функции, когда мы приближаемся к нулю, она стремится к минус-бесконечности. Это означает, что когда мы добавили к нашей задачке вот эту функцию энтропию с коэффициентами, у нас возник эффект штрафной функции. Мы не даем решения к этой задачке скатиться в ноль. Мы отталкиваемся от границ. Вот так у нас получается сглаженная функция минимума, и простые вычисления показывают, что результат этой задачки у нас может быть записан в явном виде. Ну почему это так? Значит, просто продифференцируем, где то, что стоит здесь у нас под знаком. Минимум по каждой компоненте у нас будет уравнение. Это я пишу производную по этой координате функции. Мы минимизируем при сумме координат равном единице. Значит, поэтому при всех и это должно равняться одному и тому же множеству килограмм жилянда. И у нас есть условие, что сумма х равна единице. Вот у нас получается здесь для того, чтобы решить эту задачку минимизации, у нас получается l плюс 1 уравнение, значит, здесь l здесь еще одно уравнение, с l плюс 1 неизвестно. Нам неизвестно... Вот я тут докрус делаю, у нас, в самом деле, нужно было написать пи. У нас получается l плюс 1 уравнение с l плюс 1 неизвестным уравнением линейное, но вот фокус состоит в том, что они разрешаются в явном виде. Итак, вот здесь из этого уравнения мы выражаем пи, потом подставляем результат сюда, и в результате получается оптимальное значение, которое как раз и дает нам вот эту формулу. очень важную формулу, вот что вот эти вероятности выбора при модели лоджит, они оказываются градиентом вот этой функции fc, которая зависит от выставки. И опять-таки, значит, эта формула, значит, я просто допишу, что это такое, чтобы помнить, это просто обычным дифференцированием, теперь уже мы знаем, что дифференцировать, никакого чуда не происходит, но дифференцируем вот эту штуку по циитой, у нас как раз и получается вот эта хорошая формула, подбеленная на нормирующие ножны. Вот, это оптимизационная интерпретация, которая для нас будет очень важна. И вот из этой оптимизационной интерпретации возникает, опять-таки, очень важное свойство вот этой нашей двойственной функции, так, вот она написана у нас, а именно, что у этой функции оказывается липшисов градиент, то есть мы берем градиент этой функции, для нас интерпретация градиент на градиент этой функции, это вот эти вероятности, и они оказываются липшисовым вектором градиента или они в норме, и в правой части у нас стоит изменение цен в бесконечном. Значит, откуда это берется, ну, сейчас это лучше просто запомнить, потому что немножко позже мы поговорим о несколько более общей ситуации, которая, опять-таки, гарантирует нам влившись градиент этой функции, это будет очень важно, но в данном случае просто я скажу, откуда это берется. Значит, это стандартный эффект, когда у нас функция, получаемая с помощью отношения двойственности из сильно выпуклой функции, вот эта функция у нас была сильно выпуклая, а у нее оказывается липшисов градиент. При этом, обратите внимание, значит, сильно выпуклая функция была относительно L1-нормы, так, и у нас норма градиента измеряется в L1-норме. А в правой части у нас стоит норма сопряженная к L1, которая в данном случае является L-бесконечность. И константа липшисов здесь переворачивается. Ну, если вы, так сказать, смотрели на теорию оптимизации, вообще говоря, такие вещи там появляются довольно часто. Ну, короче, у нас появилось некое внимание о скорости изменения вот этого вектора вероятности, вот, когда мы меняем цены, что для нас, вообще говоря, будет важно. Так, теперь давайте напишем, как у нас все-таки избиратели себя ведут. Ну, для того, чтобы написать их поведение, ну, понятно, что нам нужно делать. У нас есть избиратели, у нас есть политические партии, и вообще говоря, так сказать, реакция избирателей на политическую партию, это вполне разумно, так сказать, считает, что мы зависим от расстояния между, так сказать, мнением избирателей о том, что такое хорошо и что такое плохо, и позиции политических партий. Вот. Чем больше это расстояние, тем меньше вероятность, что мы за эту партию будем голосовать. Ну, опять-таки, давайте вот эти расстояния будем измерять в какой-то норме. Пока не важно, в какой норме, но норма может быть любая, это зависит от структуры нашего пространства, в данном случае мы берем самый простой Rm, но, тем не менее, мы пока можем здесь оставить степень свободы. Так, хорошо, значит, и, как вы уже можете догадаться, значит, мы фиксируем математическую модель формирования вот этих вероятностей в зависимости от дистанции мнения избирателей, выеды, так, до позиции партии, позиции партии, так, выеды фиксированы, мы знаем, что нам надо, а вот эти вещи меняются. партии их меняют, в зависимости от этого мы, соответственно, можем, так сказать, изменять наши предпочтения и будут меняться вероятности. Очень важным параметром здесь является параметр m, мы потом немножко поговорим о его смысле, но это, как бы, вот наша гибкость, что ли, вот, значит, насколько мы можем ошибаться в выборе лучшей партии, на самом деле. Значит, это вероятностный аспект, не отвечая за вероятностный аспект нашего выбора. Если бы 0 было равно 0, это бы означало, что мы точно можем быть партией, которая лучше нам подходит. Здесь мы разрешаем, так сказать, некоторую ошибку, которая, значит, может объясняться неполной матой информации, там, или прочее вещей. Ну, короче, в общем, эта модель более гибкая. Вот. И таким образом мы получаем изображение из пространства позиции партии, так, x это позиции партии, вот, в пространство вероятностей, с которыми люди будут за эти партии голосовать. Вот. Но имя равно 0 у нас отвечает, соответственно, на, соответственно, дитерминистическую выбору самой лучшей партии. Так. Теперь нам надо сказать о том, как ведут себя партии. Потому что партия, конечно, это некий агент, который вообще должен реагировать, так сказать, в идеале, на то, что происходит с избирателями. Они должны как-то отвечать на изменения мнения избирателей и все такое. Вот. Но, в принципе, их, как бы, свобода формирования своей позиции, она в каком-то смысле ограничена. Потому что, значит, мы будем считать, что, вообще говоря, у них, у каждой партии, значит, существуют некие, ну, как бы, базовые ценности. Вот. То, что записано в них программе, вот, и за которое они, так сказать, ну, как-то они себя объявляют, что для них считается хорошо, что плохо. То, что у них записано в установке. Вот. Это нечто, что у нас, опять-таки, принадлежит пространству качеств. То есть, там, где у нас живут и, это самое, и, так сказать, мнения избирателей и текущие позиции этих партий. Ну, вот, у каждого из них, значит, есть что-то такое, какие-то базовые ценности, которые они защищают. Вот. Но, так сказать, они должны как-то реагировать на вызовы, на вызовы, так сказать, реальной жизни. Вот. И для этого, чтобы объяснить их реакцию, значит, давайте введем вот такую функцию близости, которая у нас описывает, на самом деле, расстояние, опять-таки, еще одно расстояние, которое нам здесь нужно, между х, ну, удачное значение, в качестве х будет всегда стоять, так сказать, базовые ценности этой партии, а у будет ее, это самое, текущее значение. Вот эта функция близости, значит, ну, какие у нее естественные свойства, ну, она, как всегда, не отрицательна. Для всех, значит, когда у нас позиция, текущая позиция равна, значит, центральной позиции, значит, это 0, ну, а вообще нам нужна еще строгая выпуклость. Строгая выпуклость, опять функция, когда меняется второй аргумент, прификсированном первым, растет достаточно быстро, то есть немедленнее, чем линейная аппроксимация нашей функции, плюс квадратичный член, плюс вот этот квадратичный член. Больше нам пока ничего не нужно, вот, и я просто привожу разные примеры, которые здесь могут быть для вот этой функции, значит, ну, какую функцию расстояния дает нам энтропия, на которую мы уже смотрели, так она отвечает всем нашим предположениям здесь, относительно сильной выпуклости, поэтому надо просто, значит, определить вот такую вещь, так, и просто подставляя здесь формулу дифференцирования, которую мы знаем для энтропии, мы легко приходим к такому значению, то есть то, что называется Huygba-Lehmler-Distance. Вот, в теории вероятности она используется, оказывается, вот эта функция, она сильно выпукла по второму аргументу и вообще она, так сказать, очень просто устроена, имеет такую неотрицательную на симфлексе, имеет вот такую интерпретацию. Ну, можно, да, ну, можно ограничиться, вообще говоря, и какой-нибудь самой простой ситуацией, когда у нас вот эта функция расстояния просто инквидовая, инквидовая расстояние, тогда будет у нас сильная выпуклость относительно Huygba-0, вот, опять-таки, с константой единицы. Ну, можно думать о каких-то еще экзотических вещах, когда мы какой-нибудь вот из этих функций мы прибавляем какой-нибудь нормирующий член, который на самом деле не дает меняться значение Y, вот, когда мы, пока расстояние здесь не станет достаточно большим. Вот, это какой-то штраф за изменение, значит, базовой позиции нашей партии, ну и так далее. Здесь можно много фантазировать. Для нас, на самом деле, важно, что это функция, которая удовлетворяет вот всем этим этаполажем. И вот, почему там определение цельной выпуклости вторая производная? Потому что это опечатка, простите, я говорю, извините. А, нет, 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 это не опечатка. Нет, нет. Для второй производной это должно было быть здесь. А так как это снизу, это означает, что это производная по второму аргументу. Ага. Извините, я, как-то, не пояснил. Вот. Хорошо. Хорошо. Значит, как у нас теперь, нам надо сказать, как у нас теперь вот эти политические фарши, они реагируют на изменения, так сказать, общественного мнения. Вот. Они должны как-то реагировать. И здесь мы вот вводим еще одно предположение. Значит, позиция наших партий, она зависит от вот этой распределения вероятности. То есть, они могут наблюдать, ну, с помощью выбора, например, выбора, проведения выборов, вот, кто за что, с какой вероятностью голосуют. И тогда, вообще говоря, они выбирают свою новую позицию, ну, вернее, позицию, которая соответствует вот этому распределению избирательских предпочтений. Следующим образом. Они смотрят на некий, ну, как бы, усредненный вариант расстояния от их текущей позиции до позиции избирателей. При этом, при этом, значит, они интересуются мнением людей, которые собираются за них голосовать. Ну, например, если бы вот эти вероятности, например, и ты, избиратель, совсем не собирается голосовать за эту партию, то мы на него, грубо говоря, плюем. Но те, кто за нас собирается голосовать почти наверняка, значит, здесь, в соответствующее расстояние, она входит с большим весом. Вот. То есть, мы могли бы просто забыть про это и сказать, что мы минимизируем нашу позицию, исходя вот из такой, так сказать, функции полежности, то есть среднего расстояния для наших избирателей. Но это мы себе позволить не можем, потому что у нас есть базовые ценности. Значит, от них сильно отходить мы не хотим по разным причинам, потери авторитета и так далее. Но вот, значит, у нас есть параметр, который отвечает за таут, за гибкость позиции этой партии. Чем он больше, чем дальше мы можем идти на поводок у общественного мнения, но, в принципе, он должен быть больше ноль. Чем он меньше, тем он более-таки консерватор. Мы не хотим, значит, мы знаем, что лучше и не обращаем внимания на это. Ну вот, короче, если мы отминимизируем эту функцию по x-каде, значит, мы получим, так сказать, реакцию, новую позицию партии на, ну, скажем так, на следующий путь. Игорь Ильич, а правильно я понимаю, что все-таки, если мы напишем эту функцию как мат ожидания, вместо ПК будем ставить случайные величины, то это будет в некотором смысле точнее, в том смысле, что мы вычислительно можем только считать стахастические градиенты этой функции. То есть, ПК мы считать не можем, мы это, я имею в виду, политическая партия. И идея в том, чтобы как раз заменять... Александр, значит, это уже пойдет разговор о том, как находить нам вот эти самые... Значит, значит, сейчас для меня важно довести до конца эту модель и показать, что у нее существует единственное решение. Так, и показать метод, с помощью которого мы это единственное решение можем найти. Потом мы посмотрим на получающуюся задачу монемизации, увидим, что она безобразно плохая, но, в принципе, вы можете, так сказать, решать ее, как задача монемизации. Мы поговорим немножко попозже. Пока мы просто, это, грубо говоря, идет теорема существования. Вот. Ну, вот это более-менее, значит, то, что мы говорили, значит, смысл этой партии, что мы, так сказать, минимизируем, как бы, ожидаемое расстояние до средней позиции, до позиции общества. Вот. При этом учитывая наши, так сказать, базовые ценности. Ну, что хорошо для этой штуки, для этой задачи монемизации? Она сильно выпукла, она сильно выпукла по второму аргументу, по х, поэтому у нее существует единственный минимум. Вот. Ну, и вот давайте эти минимумы, опять-таки, соберем матрицу х со звездой П, у которой, значит, каждый столбец, это реакция, оптимальная реакция нашей партии на вот эти предпочтения, которые существуют в обществе. Значит, каждая партия, она сделала, так сказать, свой оптимальный выбор на реакцию общей. Но обратите внимание, что в полной модели вот эта П, это неизвестно, то есть это вещь, которая меняется. У нас, как бы, модель получается двух. Ну, теперь у нас есть все для того, чтобы описать, так сказать, модель последовательного выбора, как это происходит. Ну, начинаем мы, мы можем это писать в терминах позиций партии. Значит, начинаем мы, что все они стоят в своих, так сказать, базовых ценностях, никто еще никуда не менялся. Ну, после этого мы просто повторяем следующее. Значит, исходя из этих базовых ценностей, вычисляется распределение вероятности, кто за кого голосует, и потом партия реагирует на изменения вот этих самых результатов выбора. Ну, это неважно, значит, да, вот эта интерпретация, значит, опять-таки, начинаем с позиции партии, получаем расступление вероятности, и расступление вероятности получаем новую позицию партии. Ну, в общем, такой процесс естественный, значит, и мы будем называть его, значит, систему выборов мы будем называть стабильным, если вот этот процесс у нас сходится к единственной, единственной прибильной точке. Вот такое приближение. Обратите внимание, что в нашей модели существует два параметра. Два положительных параметра, то есть параметра Мю, которая отвечает за случайность выбора партии конкретного избирателя. Можно было бы, конечно, усложнять и говорить, что у каждого избирателя есть свой параметр Мю и так далее, но нам сейчас это неважно, пусть у них у всех будет один параметр. И также существует параметр Тау. Тау – это гибкость позиции политической партии. И, соответственно, вот то, что мы увидим, что у нас действительно стабильность вот этой реферальной системы зависит от некого соотношения между этими двумя парами. Это будет теоретка. Ну, давайте теперь посмотрим, как у нас устроен вот этот избирательный процесс с точки зрения математики. У нас все-таки есть разные возможности, так сказать, понять его структуру, математическую структуру. И для этого давайте введем, значит, не хватает доски, но ладно, давайте запомним. Значит, через F мы, через F большое мы обозначаем матрицу расстояния. У нее L строк, то есть каждая строка, каждая партия получает в этой матрице строку, и в каждой строке у нас стоит расстояние от этой самой, от позиции партии до позиции соответствующей избирательной. Меряем мы это расстояние вот в той норме, которую мы ввели в пространстве Rm, там, где сидят вот эти самые характеристики, вот такая большая матрица. Тогда, если рассмотреть вот эту функцию θ от μ, вот которой есть двойственная контропия, помните, мы ее выводили, вот такая, то у нас распределение вероятностей для итого избирателя есть в точности градиент этой функции, так? Помните, мы вот это писали, что у нас новые, значит, вероятности в точности, это градиент, градиент функции, значит, вот этой функции ψ, в которую мы подставляем итый столбец вот этой матрицы расстояния. То есть получается вот такая формула. Новые вероятности, так, они зависят вот от этой матрицы расстояния следующим образом. И мы знаем, это мы уже знаем, на самом деле, это математическая теорема, как меняются эти расстояния, если мы меняем х. А именно, у нас была теорема о том, что градиент этой функции, он липшится в L1-0, так? Это ровно то, что здесь написано, разность градиентов. Оно меньше, чем единица на мю, единица на мю, это вот эта самая константа липшицы, на разность аргументов. Но уже бесконечная. То есть вот разность вероятности, это меньше единица на мю, чем бесконечная норма равных целей столбцев. Значит, ну, как вы, может быть, догадываетесь, у нас единственный шанс выгадать, что этот процесс будет сходиться, это, значит, применить технику простой операции для нахождения неподвижной точки. Так что мы будем, вообще говоря, доказывать, что наше отображение является сжимающейся. Вот. Значит, единственная сложность состоит здесь в том, что у нас процесс двухшаговый. То есть у нас сначала, значит, вот идет вот такая операция, то есть у нас мы измеряем разницу, разницу этих самых вероятностей. Вот. При изменении, при изменении вот этих функций дистанции, за матричную функцию расстояния отвечает позиция партии. А потом мы будем измерять изменения позиции партии, которые возникают из-за изменения вероятностей. Ну, короче, на первом шаге у нас есть вот такая формула. Но нам, опять-таки, у нас процесс же идет в полном пространстве. То есть нам нужно, так сказать, ввести норму, что происходит с этими вероятностями уже для всей матрицы. Не для одного приятного, а для всей матрицы, которая составлена из этих вероятностей. Ну и если мы посмотрим на эту структуру, понятно, какую норму нам нужно вводить для вероятностей, чтобы как можно меньше потерять в точности этой вероятностей. Понятно, что это должна быть максимальная столбцовая норма матрицы P. Ну, потому что здесь мы что-то пишем для каждого столбца, поэтому если мы возьмем максимум по PPI, у нас будет как раз изменение столбцовой нормы матрицы P. А справа у нас будет тоже что-то понятное. Это будет уже бесконечная норма вот этих матриц, разности вот этих матриц, которые есть просто максимальный элемент из разности модулей вот этих расстоянок. Ну, короче, если мы здесь перейдем к максимуму PPI и используем определение вот этой нормы в пространстве матрицы P, мы получим вот такой нерв. Это то, что мы знаем про первый шаг. У нас, вообще говоря, да, остается второй шаг, который нам должен сказать, как у нас будут меняться вот эти вероятностей, вот теперь правая часть, при изменении там позиции пакта. Для этого вот приходится доказывать новую теорему. Вот. Новая теорема состоит в следующем. Значит, рассмотрим, ну, я надеюсь, что она новая, я ее не видел, но если она не новая, значит, она меня поправит. В любом случае, она очень полезна. Значит, пусть у нас есть набор функций от Y, которые, функции сами не градиенты, а сами функции, значит, липшицы с константой 1. И мы смотрим вот на такую вещь. У нас есть наши переменные Q, которые живут в пространстве N, большое количество избирателей. Мы суммируем с этими коэффициентами эти функции, добавляем сильно рыбкую функцию D и минимизируем. Получаем функцию от Q. Значит, обычно эта теорема, вообще говоря, такого типа теоремы, они работают в случае, когда F и T от Y это у нас линейная функция. В данном случае, значит, оказывается, нужно ее немножко обобщить и написать ее для липшицевой функции. Липшицевой глубокой функции. Вот. Значит, мы это минимизируем по Y. Вот, где D это строго-выбкая функция. И пусть Y со звездой от Q это будет единственное решение вот этой задачи. Тогда, вообще говоря, мы можем написать неравенство, как у нас меняются F и T от Y со звездой от Q, если мы меняем, значит, здесь Q. Значит, при одном Q решили эту задачу, посчитали оптимальное Y и посчитали, какие у нас стали функции в этом Y. Все-таки при другом Q. И оказывается, что вот этот максимум... Ну, единицы на сигма не потеряны? Нет. А. Нет. Единицы на сигма она не потеряна. Она возникает вот здесь, именно там, где нужно. Обратите внимание, что здесь происходит вообще совсем нетривиальный фокус с точки зрения выпуклого анализа с нормой. Потому что здесь норма у нас произвольная, но та же, в которой функция D выпуклой. То есть вот эта норма. А слева и справа у нас появляется бесконечная норма или один норма. То есть уже норма, которая никак не связана с нормой в пространстве Y. Короче, мы теперь знаем, что происходит с нашими функциями, с значениями нашей функции. А я вам напоминаю, что наши функции это вот те расстояния, которые были нормы расстояний до позиции партии, если мы меняем куиты. А по структуре, опять-таки, куиты это наше мероприятие. То есть, получается вот такая форма. Бесконечные нормы, градиенты этой функции, а градиенты этой функции по ку, это как раз значение вот этих точек F и D. Значит, бесконечные нормы, вот она на бесконечной норме, значит, меньше, чем при один нормы разности Q1 и Q2 здесь, конечно, извините. А сигма это параметр сильного выпуска, если в один норме? Сигма параметр сильного выпуска вот здесь. В один норме? Нет, вот в этой. Вот в этой норме? Вот в этой норме. А-а-а. Эта норма исчезает, в конце концов. Но понятно, почему она исчезает. Потому что у нас здесь стоит, посмотрите, здесь у нас для изменения F, F и D, в общем, фактически здесь написано неравенство бесконечной нормы. Поэтому куиты, которые есть двойственные объекты для F, значит, надо писать один нормы. Но сигма, которая здесь возникает, она приходит вот из этого. Ну, какая для нас... Какие для нас последствия возникают из всего этого? Значит, теперь вот на наших вероятностях нам нужно определить другую норму, потому что на самом деле сейчас мы работаем... Вот, посмотрите, у нас была матрица P, она была вот такая. Здесь было количество партий, а здесь было количество выбирателей. В первом случае, на первом шаге, мы работали со столбцами этих матриц. И у нас норма была определена относительно столбцов в пространстве вероятностей. Сейчас мы говорим о том, на что реагируют у нас партия, а партия у нас реагирует на строки этой матрицы. Поэтому для того, чтобы написать вот конеравенство, которое у нас было на предыдущем слайде, нам нужно вводить опять-таки новую норму. Так? Для матриц... Для матрицы P, для расстояния в пространстве вот этих матриц вероятность. И это будет максимальная строчная норма этих матриц. Вот относительно, значит, максимальной строчной нормы этой матриц, вот то, что мы написали на предыдущем слайде, это выражается ровно следующим образом. Значит, разница изменения матрицы расстояний, так, значит, ограничена в новой точке XT плюс 1, ограничена вот изменением вероятностей в следующий момент. Здесь у нас, естественно, сейчас брать, значит, строчную норму. Ну и вот теперь, значит, для того, чтобы нам свести в конце с концами, нам надо теперь, если помните, значит, в первом шаге у нас было все сделано относительно столбцовой нормы. Сейчас мы написали неравенство для строчной нормы, надо их как-то согласовать. Ну как это делается? Значит, максимальная строчная норма, значит, меньше, чем n раз максимальный элемент нашей матрицы, а максимальный элемент нашей матрицы меньше, чем столбцовая норма. Вот между ними оказывается такое неравенство между нормами, поэтому мы уже окончательно можем написать вот следующее неравенство, что у нас происходит с вероятностью после одного полного цикла наших выборов. Значит, n вот этот у нас возник, n у нас возник здесь из согласования норм, а tau и n, значит, tau появилось вот только что здесь, а n у нас было еще на предыдущем слайде. В общем, вот все, что у нас, так сказать, сухой остаток всех наших изучений, которое выливается в следующую теорему, что если, вот уже начинается, так сказать, физический смысл, если, как бы, толерантность, то есть гибкость позиции каждой партии не слишком большая, то мы, то наша система выборов оказывается устойчивее. То есть это значит, что у нас будет сходимость к единственной точке, то есть в распределениях вероятности причем мы знаем с какой скоростью. Значит, скорость определяется вот этим параметром гаммы, который есть tau делить на μ умножить на n, то есть который меньше единицы. Вот, значит, здесь немножко смущает, я думаю, многих наличие параметра n большое, да, вот в этом неравенстве, которое n, это вообще, говоря, большое число, это у нас количество этих самых избирателей, да, и кажется, что теоремия несколько странная. Но на самом деле это не так, потому что, если посмотреть, если перейти к другим параметрам, вот давайте все напишем в терминах параметра гамма. Значит, задача, которую надо решать политической партией, как у нас это было с самого начала, значит, она вот такая, только там не было единицы на n, а здесь стояла единица на tau. Мы теперь эту единицу на tau заменяем на гамма m делить на n и делим на n, у нас получается вот такая вспомогательная задача. И вот она как раз и имеет смысл, то есть она имеет смысл при сколь угодно больших и даже бесконечных значениях n. Может, вы видите, что здесь стоит? Это как бы, n здесь может иметь бесконечность, здесь даже может стоять интеграл. Это как бы, вот, мы формируем для себя, ну, как бы, образ представительного избирателя, который для нас интересен. Мы включаем, мы смотрим только на тех людей, которые за нас, вообще говоря, собираются голосовать. И формируем нашу позицию, исходя вот из этого среднего избирателя, вот определенного таким образом. При этом, значит, наш параметр гибкости, он должен быть, значит, наша гибкость должна быть меньше, чем, так сказать, разброс вот этой вероятности характеристики избирателя. Значит, тогда все получается хорошо. Вот, значит, ну, теперь, вот посмотрите, у нас получился такой укорбленный процесс, по которому мы доказали, что он сходится, вот, и у него единственная, так сказать, точка притяжения. Ну, теперь вот интересно посмотреть на то, что у нас получилось с точки зрения оптимизации. Вот, дело в том, что вот наша задача, опять-таки, оказывается, если, так сказать, все, ее можно свести в одну. Ну, потому что в ней есть две части. Есть часть минимизации ПАФЭ, когда мы минимизируем, значит, вводами на ходе вероятности голосования за различные партии, которые зависят от текущей позиции партии, значит, относительно, значит, нашего избирателя. То есть для определения этих самых вероятностей мы минимизируем вот эту функцию по ПАФЭ, а потом с получившимися ПАФЭ мы минимизируем вот эту функцию по ХАФЭ. То есть все можно поставить в одну и ту же, в эту самую целевую функцию. И наш процесс голосования тогда определяется как процесс, вот, поочередную минимизацию по одной и по другой перемене. Дело в том, что эта функция, она выпукла по вероятности, и она выпукла по Х, Х как? Вот, то есть, но по совокупности перемен, она не выпукла. И, я не знаю, по моим понятиям, ни один метод минимизации, так сказать, примененный непосредственно вот к этой, значит, целевой функции, он решения не найдет, функция не выпукла. Более того, вот, опять-таки, если на нее смотреть и не знать, что стоит, так сказать, за всем этим, то есть понять, что у этой невыпуклой задачи существует единственное решение, причем которое, значит, очень хорошо отыскивается вот этими интернетом схемами, ну, по-моему, просто невозможно. Но, тем не менее, это так. Я к тому, что, вообще говоря, значит, очень часто, значит, ну, оптимизация, это не универсальная вещь, и выпуклость, это тоже не универсальная вещь, она очень часто бывает полезной, но это не всегда так. Очень часто ситуации, по которой у нас, так сказать, есть интуитивное представление, что у них должно быть из физических каких-то соображений, значит, единственное решение, значит, их можно обосновывать какими-то другими способами, вот это был соответствующий пример. Вот. Ну, ладно, это, значит, мы сказали. Ну, в общем, я уже приближаюсь, так сказать, к заключению. Значит, ну, мы рассмотрели модель, так сказать, определение, так сказать, ну, комьюнити-сообщество, что ли, вот, который описывается в терминах модели голосования, что, в общем-то, соответствует, соответствует, так сказать, реальному смыслу того, что происходит, ну, потому что, как у нас учили в школе, не знаю, учим, или сейчас этому или нет, но партия – это глаз народа. То есть, партия, она, как бы, представляет из себя, так сказать, обобщенное, так сказать, дает обобщенное представление о том, как думает и живет, и что хочет определенная группа людей. То есть, вот этот подход, определение с помощью вот таких пластиков, если хотите, потому что, опять-таки, партия может, интерпретироваться, как некий пластик, значит, это может, так сказать, помочь анализировать разные ситуации, и, опять-таки, это может рассматриваться, как процесс компактного, так сказать, представления информации о какой-то сложной структуре. Вот. Значит, обратите внимание, что у нас получилась нестандартная модель. То есть, у нас мы не можем точно сказать, кто будет голосовать за кого. То есть, у нас получилось вероятностное представление. Вот это, так сказать, картины выборов. И если это, так сказать, выводить или рисовать на плоскости, скажем, как будет, в двумерной ситуации, то там будут какие-то вот такие области, где точно, мы знаем, ну, с большой вероятностью, что вот эти люди голосоватся на макарах и республиканцам, а между ними будут там, значит, какие-то области, которые, значит, искаленнующихся, и с какой-то вероятностью они отдают голоса либо тому, либо другому. Вот. Ну, понятно, что это, нельзя сказать, что это у нас действительно просто предсказание того, что будет, но по сравнению со всеми другими моделями, которые, значит, все, что нам могут дать, это, так сказать, результат, проистекающий из какого-то локального минимума, которых много и так далее, значит, здесь, по-видимому, картина получается более точная за счет того, что у нас получилась модель с единственным решением. Вот. Значит, это действительно модель определения кластера, но обратите внимание, опять-таки, здесь, как бы, это новый элемент, у нас вот сошлись концы с концами, после того, чтобы мы указали, как бы, естественный центр каждого кластера. Вот. Он, в результате, он у нас потом сдвинулся каким-то образом, но, тем не менее, мы, так сказать, уже сориентировали алгоритмы какие-то, значит, исходную, как бы, структуру вот нашей классификации, которая потом должна быть уточнена с помощью уже численного решения соответствующей, соответствующей задачи оптимизации. Ну, и интересно, конечно, было бы посмотреть, что это может дать в других ситуациях, потому что, естественно, вот эта модель выбора, она достаточно гибкая, и она может применяться не только к анализу политической ситуации, но также и к задачам определения сообществ в разных ситуациях, начиная там с биологии, кончая там интернетом и так далее. Ну, в общем, хотя бы более-менее, все, что исходяло, сказать всегда. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да. Нет вопросов, но в самом деле задатели получили. Ну, не получили. Хорошо. Вот у вас есть ножка В, насколько я понял, это ножка предпочтений партий и людей. И вообще говоря, о существовании единственность решения оптимизации упирается в выкупость данного ножка. Да. Каким образом строится пространство вот этих самых предпочтений, ножка В? Причем надо же построить его так, чтобы ножка В оказалась в выкупе. Нет, я понял, что это не ножка в выкупе. Почтений. По-моему, чай к термопедпочтений здесь не очень подходит. Это множество, как бы, ну, показателей и характеристик нас. Ну, как вам сказать, ну, значит, обычно, чаще всего, значит, это просто положительный оптам. Ну, иногда, вот это множество, естественно, вводить какие-то верхние характеристики. Значит, оно можно только в одном месте. Значит, оно возникает в задаче определения новой позиции, так сказать, партии. Так, партия должна знать, что, на самом деле, какие-то характеристики не могут быть слишком большими. Ну, например, значит, ну, что это может быть? Например, я считаю, что, я не знаю, в городе Москве средняя зарплата должна быть, я не знаю, в 100 тысяч рублей. Это мое предпочтение. Партия может считать по-другому. Но ей бессмысленно минимизировать на каком-то слишком большом интервале, потому что, ну, если она скажет, что максимальная зарплата может идти до миллиона, ну, это просто глупо. Она, так сказать, выдаст, ну, это сама. У нее будет какое-то другое. Ну, и вообще существует некое естественное границ. Ну, хотя бы, так, я не знаю, сумма всех доходов должна быть меньше. Укладывается в бюджет, там, и еще ничего. Это что-то такое естественное, что должно помогать партиям вырабатывать точку зрения. Потому что в этой модели, значит, избиратель, он свою позицию не изменяет. У него эта позиция зафиксирована. Он знает, что это то. То есть, меняется только позиция партия. Ну, сейчас вопрос был в том, каким образом построить так, что нужно, чтобы вы, а как оказалось выводить. Ну, как правило, на самом деле. Особенно, если мы говорим о задачах, где много, так сказать, участников, то есть, мы можем вообще переработать со средними величинами, значит, а как правило, такие множества оказываются выплаты в самом начале. Потому что, что такое выплость множества? Это значит, что если у вас в этом множестве есть один элемент и есть другой элемент, то есть и все, что между ними. То есть, если я разрешаю зарплату, я не знаю, в 10 тысяч и в 100 тысяч, у меня нет каких-то причин запрещать зарплаты в 50-х. Это выплость. Такая выплость, она сейчас часто присутствует. Так, и еще один вопрос был. Ну вот, есть некий тракционный процесс, описанный в построении оптимальной матрицы П. Реагирует ли как-то модель на случай, когда в матрице П оптимально оказываются одинаковые строчки? То есть, оптимальная политика партии с базой двух различных партий? Значит, они... Да, ну, это, конечно, вопрос интересный. Не знаю, я не смотрел на это. Но интуитивно ясно, что центры должны быть разные. Ну, то есть, их, так сказать, программа должна быть разная. То есть, у них основные цели. Но, наверное, не знаю. Просто не знаю. Ну, вопрос хороший, потому что интуитивный ответ должен быть нет, конечно. Да? Но как это доказать, я не знаю. Хорошо. Спасибо. Я нашелся еще к вопросу. Я так помню, я 20 минут. Такая стихи. Ну, там, в 30-е заканчивается, да? Нет. У меня, в общем, сейчас 15-е. Но сейчас 30-е, это с перерывом. А, ладно. Ну, хорошо, мы стараемся. Ничего компактнее. Первый вопрос, он, на самом деле, связан с партиями. Я уже вам практически по ходу задавал. Все-таки, когда партия ориентируется на, так сказать, как-то описывает для себя избирателя, она использует вот эти П. А П – это, на самом деле, что-то скрытое. То есть, то, что избиратель, в общем-то, не декларирует. То есть, результат наблюдения – это, на каждых выборах реализация случайной величины, мультимуниальное распределение, как мы как раз там скрыли параметр П. Соответственно, в этой процедуре итерационной, когда партия начинает ориентироваться, ну, вот, грубо говоря, такой градиентный спуск по двум этим типам переменных. Так вот, по одним типам переменных хотелось бы, чтобы этот спуск был стахастический. В том смысле, что мы получаем не честный градиент, а его, так сказать, такой вектор, мы отождаем, как руку, и, по-видимому, тоже будет верно. Здесь, как говорится, мама, как-то уроки, потому что, на самом деле, вот эта, значит, задача, которую мы посмотрели, где она здесь, вот. Так, вот в такой форме. На самом деле, вот этот, для того, чтобы получить вот эту, оценку вот этого члена, нам же совсем не обязательно опрашивать всех избирателей, да? Можно сделать какую-то представительную выборку. И как нас учит статистика, выборка, может быть, вполне, так сказать, в разумном пределу. Главное, что здесь правильная нормировка относительно n числа. То есть здесь вот количество членов делится на это, и получается, в общем, объект правильной размеры, который мы уже можем сравнивать с тем, что паркер знает. А про себя она знает, на самом деле, такие вещи. Честно, как-то удивительно получилось, потому что, казалось бы, те неравенства, которые оценивают R-норму через бесконечность, они настолько грубые, что казалось бы, что вроде как... Но, с другой стороны, вот если ты борься на это, дизайн обойтись просто нельзя. Это и смущает, потому что мне казалось, что там поедись корень должен быть. Должно радовать. Ну, как-то, не знаю, корень вроде, а полученный R-норму. Нет, корень нельзя, полученный R-норму. Удивительно. Неожиданно, во всяком случае. Вот как-то интуиция, она немножко обманывается здесь, почему-то. Ну, да. И еще я хотел... Там был слайд, модель дискринтчайз, вот модуль, это где-то... Это совсем начали. Да, где-то в начале. И там, на самом деле, получается, что губель, если мы будем предполагать, что число альтернатив достаточно большое, а именно L число большое, то достаточно говорить, чтобы это случайное величие имели экспоненциальные хвосты. Ну, чуть раньше, по-моему. То есть, убывая на бесконечность... Ну, да, вот здесь, вот здесь, по-моему. То есть, чтобы получить вот этот результат, не обязательно предполагать, что вот эти все нытые, они имеют распределение двойное экспоненциальное. Если мы будем считать, что это просто случайные величины, хвосты которых ведут себя не хуже, чем экспонента, то есть убывают экспоненциальные, это может быть нормальные случайные величины, равномерные, то при условии, что число L достаточно большое, это будет ответ такой же. Ну, это вариация на теорему Гниденко. Это импатентный аналог, странно-определьный теорему. Но вопрос в этой связи такой, можно ли считать, что вот этот параметр L, насколько это содержательно, ну, скажем, тысяч или хотя бы сто. Ну, это зависит от страны, на самом деле. Количество партий, это исключительно... Ну, то есть, в принципе, это универсальный результат. То есть, если у нас L большой, тогда вообще никаких специальных распределений можно не говорить, достаточно. Ну, может быть. Но, с другой стороны, значит, если говорить действительно про партии, то обычных все-таки не очень. А это именно вот, как бы, для подпартий? В принципе, это модель не только по-моему. Нет, нет, конечно, это, пожалуйста. Вы можете так определять, как бы, просто, как бы, тогда вы кластеров влияете с помощью вот своего голоса. Ну, это все. Ну, если кластеров много, то это даже хорошо, с точки зрения того, что это вот не требует даже дополнительных оговорок, то есть оговорки эти нужны, если у нас L маленькая, а вот если L небольшой, то даже... Ну, вот эти вещи же, они могут быть использованы в сетях, а что не обязательно это, как бы, вот эти избирательные. Там, ну, просто надо, для того, чтобы понять все-таки кластеров, надо дать алгоритму начальную информацию. То есть, что вы ожидаете, какие кластеры вы ожидаете, ну, надо срочать. Последний вопрос. Вот последний самый результат, он очень походит на теорему фон Неймана. То есть, на самом деле, у нас вот, когда мы... Последний результат? Ну, я имею в виду, фактически, что, когда мы свели задачу, вот, к Мин-Мин, и по одним переменам она выпукла, и по другим тоже выпукла. Но по свободности она не обязательно выпукла. В Неймана вогнуто? Да, но там теорема фон Неймана говорит о том, что если она выпукла-вогнуто, по одним переменам выпукла, по другим вогнуто, то все хорошо. Там минимум. Ну, правильно. Но так вопрос такой, там же в теореме фон Неймана тоже не говорится о том, что она как-то... То есть, сепарабельность как-то разделяется, требуется по одной части переменных одно, по другой части другое, и, в общем-то, не завязывается, как настройство. То есть, это очень похоже на... Ну, там чистой сепарабельности нет. Есть, примерно, функция, где там все, на самом деле, завязано, и вот эта выклопность, она просто из других соображений получается. Здесь структурная сепарабельность в каком-то смысле помогает. То есть, вот эта связь между... Ну, я не знаю, потому что я не знаю, как устанавливать, что вот, если не знать вот все это про сжимающее отображение и так далее, как доказать, что вот эти задачи минимизации единственное решение, которое легко отыскивать. Я не знаю, но до этого, по-моему, еще не дошло, к оптимизации. Ну, конструкции такие часто возникают... Они часто возникают, и у всех считается, что у них много эффектов. Я не видел ни одной конструкции, по которой мне сказано, что они единственные решения, которые легко ищутся. Обратите внимание, что здесь есть связь между ним и таком. Спасибо. 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 Спасибо.